Ну что, ребята, давайте займёмся нашими сиротами, осиротевшей колонией капканчиков. Для начала их соединим вместе, фармикарий Азию и Малую Арену. Очень много вопросов, ребята, по Азии. Когда они появятся, пока трудно сказать, но, не знаю, может быть, через месяц примерно. Пока так я вижу срок. Потому что сейчас пока вообще очень времени не хватает ни на что. Может быть, через месяц они появятся. Поэтому те, кто собирается покупать, можете подождать. Так, вот они ожесточённо уже смотрят на то, как я это делаю. Так, всё, подключил. Вот, подключил. Теперь сейчас сначала увлажним арену, наполним поилочку водой и потом засунем им одного таракана. Сколько ж тут много мокричек размножилось. Вообще жесть. Давайте попробуем показать даже. Вот так вот. Надеюсь, вам видно. Целая куча прям. Чуть-чуть только поднимаешь субстрат, сразу оттуда целая куча выносится мокричек. Так, назад ставлю камеру. Увлажним фармикарий Азию. И потом засунем им одного тараканчика. Где там, только не вижу. Вот она. Вот она. Так, поймал я одного туркменского тараканчика. Ну и засовываем им туда. Вот вазе поднимаем сбойку, перемычку и засовываем. Так, антикола активно начала атаковать этого таракана. Вот. Ну а пока она кушает, мы с вами перейдем к следующим муравьям. Итак, следующий муравьи, у которых мы наведем порядок, это мирмикария. И, как вы видите, ребята, у них тут образовалась достаточно большая кучка мусора. Здесь целая гора трупов. Весь тот крупный песок, все камушки, которые они собрали по всей рейне, они также закидали сюда. Поэтому я также не буду долго думать, чем я буду убирать, а возьму и запылесошу весь этот мусор, постараясь как минимум меньше муравьев запылесосить. Давайте попробуем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Насколько я видел, ребята, где-то запылесосил 2-3 муравья. Думаю, тоже для этой колонии это не критично. Колония крупная. Давайте сейчас увлажним формикарий для начала, точнее уже не для начала, а для серединки. Давайте увлажним. Так, в каблук я заливаю по 2 мл. Ну, это, в принципе, как раз целая камера получается, 2 мл. в каждую камеру. Вот, и теперь наполним поилочку водой и кинем пару туркменских тараканчиков. Так, кладём поилочку на арену. Так, давайте повернём сейчас вот так вот формикарий и положим парочку туркменских тараканов этим ребятам. Тоже их немножко буду придавливать, как и филахам, чтобы было, как бы, вам более, более, лучше видно, короче, чтобы вам было лучше видно. Видите, эти муравьи мирмикария очень интересно сразу хватают таракана и удерживают его. Интересный способ охоты на тараканов. Немногие, немногие делают так муравьи, удерживают тараканов. Вот, а эти муравьи поступают именно так. Вот, в принципе, ребята, и все процедуры, которые мы выполнили с этими муравьями. Также у этих муравьёв ещё сохраняется уровень антипобега нормальный. Муравьи не убегают абсолютно, только лазают по вот этим растениям, которые у меня здесь пластиковые посажены. Видите, как колония сразу активизировалась, сколько высыпало муравьёв на арену для кормления. Ну и что ж, не будем им мешать и перейдём к следующей колонии муравьёв. Ну что, ребята, на очереди у нас всеми любимые малыши Лазиус Флаус. Первоначально мы увлажним им формикарий. То же самое, двумя миллилитрами воды. Теперь наполним им поилку. А как же нам поилку наполнять? Там целая туча их сидит. Так, это уже становится интересно. Блин, тут вообще смотрите, что на арене творится. Сколько их же много стало. Вообще жесть. Так, побежали-побежали из поилочки выбегать. Да, их, блин, упало. Да, их просто куча здесь целая. Так, как бы мне их аккуратненько отсюда убрать лишних. Лишних-лишних. Что у меня есть под рукой? Кисточка, да? Вот он бегает. Посмотрите, вот остались. Бегают, не хотят убегать. Сейчас мы их аккуратненько кисточкой оттуда подковырнем. Так, всё. И теперь сейчас наполним поилочку водой. Так, всё, поилочку я обновил. Блин, ребят, я прям смотрю на эту колонию, не нарадуюсь, сколько здесь стало много муравьёв. Прямо это лето очень удачно прошло, колония сильно прибавила. Если так пойдёт, буквально скоро мы уже откроем им следующий модуль. Сейчас мы закинем одного тараканчика. Так, или давайте сначала достанем тех тараканов, которые у них здесь есть. Так, сейчас я положу бумажку, и на неё достанем остатки тараканов, которые уже у них есть. Здесь я уже пылесос не буду использовать, потому что если я здесь использую пылесос, то боюсь, что все эти маленькие мои любимые муравьишки туда попадут. Вот тут я уже так аккуратненько сейчас уберу. Самое главное достать тех тараканов, которые у них находятся в ходах. Блин, как нам это сделать? Сейчас попробуем проволочкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну этот маленький кусочек, я не знаю, нет, всё-таки я его добью. Всё-таки я его добью, не хочу его оставлять. Так, и осталось нам положить небольшого тараканчика. Вот такого вот, ребята, я поймал тараканчика, кладу, оставляем муравьёв в покое после такого шока, когда я у них там ползал по гнезду с проволокой, убирал у них. Вот, и пускай муравьишки кушают спокойно. Ну, а мы обслужим последнюю колонию, которая у нас осталась. Это пробковые муравьи. Итак, завершаем мы уборку у наших муравьёв пробками муравьями. Вот эти муравьи очень мне нравятся, интересные. Интересно у них и поведение, и как они едят очень интересно. Вот такие тихонечки, пока они сейчас, такие тихонечки прям вообще, вылезают очень редко. Особенно если поедят, они практически не вылезают, день точно. Они в основном орудуют вечером, когда уже потемнее, тогда они выходят на арену постепенно. Так, давайте сейчас также у них уберём тараканов, которые здесь остались. Вот, я заметил, что у них тут размножилось очень много каких-то макричек, колембул, что ли, маленьких. Так, именно, вот, не клещей, а именно колембул каких-то маленьких. Так, всё, в принципе, всех крупных тараканчиков я убрал. Крупный весь мусор, сейчас им положим таракана. И увлажним формикарий. Поилочку им здесь не надо будет обновлять, потому что поилка у них ещё нормальная, там воды много. Тараканчика им надо хорошо придавить. И ещё можно его очень хорошенько так, как бы, вскрыть, чтобы вся лимфа была на поверхности. Потому что у них с такими челюстями маленькими вряд ли они смогут реально что-то докопаться. Прогрызть такой хитин, докопаться до лимфы, до внутренности. И поэтому мы им тараканчик вот так вот вскроем, хорошенько. Сейчас я попробую показать поближе. Вот у нас лежит тараканчик. Вот, на арене сейчас бегает один муравей. Если я успею поймать, как он кушает этого тараканчика, я вам покажу. Сейчас мы развернём формикарий сзади. Давайте поставим его к нам задом гнездом и увлажним его. Увлажняю я обычно или через гнездо увлажнения, которое я здесь сделал, через камеру увлажнения, или прямо через камеру проветривания заливаю сюда воду. Вот таким вот образом приставляю. И просто вот так вот проливаю большой струёй. Вот 5 мл я залил. Видите, что я тут половину всё мимо разлил. Но это ничего страшного. Вот, ребята, в принципе и всё. Весь уход за муравьями. Ещё я скажу о том, что ароматный муравей, к сожалению, у меня погиб. Маточка, которая была погибла. Надеюсь, этот выпуск вам понравился. Если это так, обязательно поставьте лайк. Поддержите меня репостом. Спасибо за просмотр. И до новых встреч, ребята. Всем пока-пока.